Добрый вечер, дорогие друзья. Вы присутствуете на премьере моего проекта, который посвящен такой необычной для нас теме. Это первые годы существования джаза в Соединенных Штатах Америки и борьба с ним, не на жизнь, а на с ним, который никак не сравнится с тем, что у нас было в послевоенные сталинские времена, когда тоже запрещали в Америке, запрещали джаз по-настоящему. За это взялись очень известные и богатые, и влиятельные люди. И вначале просто я хотел бы зачитать вот тот материал, чтобы настроить вас на тот лад, на ту музыку, которая будет звучать. Именно с нее все и началось. И, в общем, когда появился впервые джаз в виде диксиленда, это вызвало сначала тревогу, а затем уже и просто эти люди начали бороться. И до сих пор это элита американского общества, которая называется ВАСПы. Это значит White, Англосакс, протестант. Вот, короче говоря, это англосаксы, это они себя считают основными. Те, кто впервые завоевал Америку, протестанты, для них католики, это были люди, от которых они убежали из Европы, потому что католики протестантов, если знаете историю, преследовали, и даже инквизиция была, в общем, в средние века. И, конечно же, это белые люди. Для них вот все остальные были, в общем, людьми второго сорта. Не говоря о негров, которых они даже не считали за людей, несмотря на отмены рабства, все равно это осталось. Но они и терпеть не могли итальянцев, евреев, китайцев, латиносов и многих других, кто не вписывался вот в понятие белый, протестант и англосакс. Ну, они считали, что они призваны бороться за чистоту американской нации и культуры. А джаз, по их убеждению, вел к деградации вот всего этого, что они ценили больше всего. Ну, и как только появился джаз в виде Диксилэнда, сразу же образовались танцевальные залы, такие дансинги, где и сформировались так называемые джазовые танцы, потому что джаз в первые свои годы существования был танцевальной музыкой. И вот особенно возмущало Васпов то, что в этих местах, где собирались танцевать, смешивались самые разные слои населения. Во-первых, бедные и богатые, а потом черные, белые, цветные и еще всех вероисповедований, что тоже, потому что они только считали Америку протестантской страной. И, в общем, принцип сегрегации, которому придерживались власты, впервые был нарушен именно в дансингах. Ну, и, в общем, с самого начала, уже в начале 20-х годов в Америке разгорелась дискуссия по поводу джаза, как одного из главных виновников разложения культуры и морали американского общества. И, значит, они заметили, что изменился образ жизни молодежи. Во-первых, увлечение алкоголем и наркотиками, сексуальная раскрепощенность. И, в общем, все это, и мода, и новая, и это все болезненно воспринималось в Аспаме, как дегенерацией общества. И, в общем, вот это все привело к тому, что, значит, вот, например, в газете New York Times в январе 22-го года появилась статья, где нью-йоркский эпископальный ректор, то есть епископ Перси Грант предупредил членов своей конгрегации, что согласно имеющемуся у него официальному бюллетеню за последний год в Америке бесследно исчезли, так он называл, стыдливо, то есть лишились невинности 65 тысяч молодых девушек. Это было для Америки в то время невозможно, потому что до этого там все было очень целомогленно. Статистика рождаемости в этот же период оказалась тоже тревожной. Резко возрос процент незаконно рожденных детей. И во всем этом обвиняли новое явление – джаз. Ну и параллельно с этим выявилась печальная статистика, согласно которой рождаемость в хорошей, то есть зажиточной белой протестантской среде заметно снизилась, зато возросла в среде неимущих, цветных и вообще низших слоев общества. Все это свидетельствовало о грядущем вырождении американского общества, о количественном увеличении его худшей части. Представляете себе? Вот так они думали и, кстати говоря, и сейчас они так же думают. Ну, некий Зигну Спад называл джаз просто хриплым и нечленоздельным ревом горланищих медных инструментов, где каждый исполнитель пытается превзойти своих собратьев, создавая фантастическую какофонию. И характерно остроумное высказывание журналиста Джона МакМеджина, которое появилось в 1921 году в статье журнала «Ladies Home Journal». И вот эта статья была названа «Назад к довоенным нравам». Вот что он писал. Если бы, вот это очень остроумное высказывание, если бы Бетховен смог вернуться на землю и услышать современный джаз-оркестр, он бы поблагодарил небо за свою глухоту. Ну, в общем, против джаза выступили и многие известные композиторы, исполнители классической музыки, осудив его как нечто механическое, лишенное настоящей одухотворенности, построенное на животной чувственности и грубом ритме. Вот так отнеслись классики к джазу. И, кстати говоря, продолжают относиться многие из них и до сих пор. К музыкантам присоединились также еще и медики. Известный нью-йоркский врач Элиот Роулингс пытался дать научное обоснование, что джаз оказывает на человека такой же воздействий, как алкоголь. Джазовая музыка вызывает опьянение, посылая в мозг непрерывную серию сильных стимуляторов, которые создают образы и мысли, подавляющие волю человека. Рефлексы и рассудок теряются, а действия человека как личности направляются лишь с животными страстями. Американские психиатры тоже внесли свою лепту, утверждая, что джаз пагубно влияет на психику детей и подростков, что приблизительно половина детей, проходящих курс лечения психиатрических клиников, это жертвы джазовых танцев и связанных с ними наркотиков. Специально уполномоченный города Милуоки Джордж Роуэнд утверждал, что джазовые элементы возбуждают нервную систему, доводя человека до настоящего истерического безумия. Разрушением легко видеть, что такое состояние грозит серьезным разрушением нервной системы и очень быстро подрывает здоровье. То же самое повторило в Советском Союзе, когда медики стали выступать против рок-музыки. Утверждали, что громкая музыка действует на позвоночник и тоже губит человека. Это повторилось уже в Советском тоталитарном обществе, хотя впервые это появилось в, казалось бы, демократической Америке. Ну, значит, многие усмотрели еще связь с черным культом вуду, идущим из диких джунглев. И российские идеологи 20-х годов стали предостерегать американское общество от того влияния, которое начал показывать джаз на белых людей, предвидя деградацию белой культуры в США. Ну и в заключении, скажу еще одну, прочту цитату. В 22-м году в Атлантик-Сити состоялся 9-й реакреационный конгресс, целью которого было объявить войну джаза. Специальный конгресс собрался в 22-м году. И одним из методов такой войны было признано создание хороших песен, пропаганда народных танцев, очень похоже на советскую идеологию, когда вот все народное, там, противопоставляли джазу и рок-музыке. И в этой борьбе, наряду с известными общественными деятелями, участвовал своими расистскими, антисемитскими убеждениями автомобильный магнат Генри Форд. Он создал специальный фонд по борьбе с джазом. И такой продвинутый человек, как Томас Эдисон, изобретатель электрической лампочки на калине, фонографа, казалось бы, современный мыслищий человек, тоже создал фонд и тоже по борьбе с джазом. В 1922 году государственные власти штата Нью-Йорк при поддержке епископальной церкви приняли законопроект о запрещении исполнения джаза и проведения джазовых танцев на борьбе после 12 часов ночи. Вот он и демократическое общество. Специально был принят законопроект. И до конца 20-х годов во многих городах США существовало предписание запретить джаз в публичных танцевальных залах. Но джин из бутылки был уже выпущен. Бороться было бесполезно. Мода на новые танцы и вообще на джаз она уже отхватила все слои американского общества и вообще это увлечение проникло даже в аристократические круги. Таким образом, все-таки капитализм победил вот эти все происки в аспу. И уже к 30-м годам джаз стали считать достоянием американской культуры. Но об этом я буду говорить позднее. Сейчас я хотел бы пригласить своих новых друзей на сцену. Это «Фортуна Брас Бэнд». «Аплодисменты» Итак, мы начинаем. Я уже сказал, что одной из первых форм джаза это был Дикси-Ленд, он зародился в Новом Орлеане. Коротко скажу, почему Дикси-Ленд, потому что Новый Орлеан принадлежал к французской колонии когда-то, и там выпускались еще, издавна доллары печатались свои, в отличие от северных штатов. И десятидолларовые бумажки, которые назывались Дикси, и сама вот эти все южные штаты приобрели название Дикси-Ленд, то есть страна Диксов. Ну, это переметнулось, конечно, на музыку, которая пришла из Нового Орлеана. И вот сейчас мы исполним несколько таких хитов тех времен, когда Дикси-Ленд вышел наружу и стал вот так пугать этих самых васпах. Первая композиция называется Тин Руф Блюз. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Буквально чуть ли не до 50-х годов. То есть смешанных оркестров не было. Либо были белые, либо черные. Если, например, где-то мог появиться черный какой-нибудь исполнитель в белом составе, особенно в южных штатах, его могли просто из зала застрелить. И такие случаи были. Что ты там, обезьяна, делаешь среди нас? И все. Просто беззаконно творилось. Единственным был такой белый кларнетист Мезеров, еврей, который играл с черными. И его презрительно расисты называли пархатой черной. Просто потому что, ну, если ничего не могли с ним поделать, нельзя же ему было выходить на сцену с черными коллективами. Ну и вот постепенно образовалась такая, значит, белая джазовая музыка. Причем поначалу она была такой коммерческой и сладкой, и чтобы не раздражать, потому что джаз был вообще-то запрещен на танцплощадках. Поэтому начали играть что-то такое очень красивое и мягкое. И вот сейчас один из примеров прозвучит пьеса, который принадлежит оркестру арты Кэссела. Называется это Кэссонг. Это типичный образец уже раннего такого белого коммерческого танцевального джаза. Кэссонг. 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 И вот здесь происходит одно событие в Штатах, о котором нас тоже мало знают. Это введение в 2020 году сухого закона. Вот этот закон очень помог развитию джаза. И сейчас я просто очень коротко вам сообщу некоторые сведения. Значит, это был национальный запрет на продажу и производство и транспортировку алкоголя, который действовал с 1920 по 1933 год. Сухое так называемое движение возглавлялось сельскими протестантами из обеих ведущих партий. То есть и демократы, и республиканцы все были против этого. А также еще координировалось так называемой антисалунной лигой. Такая была лига против салунов. То есть там, где распевали это все. И в общем, он был отменен только после расификации, какой-то поправки там, только в декабре 1933 года. Эффективное соблюдение запрета на алкоголь в пору сухого закона оказалось очень трудным и привело к широкому распространению, попиранию этого закона. Ну, так же, как вот у нас в России вводят закон, все равно его никто не соблюдает. И в Америке то же самое было. И в общем, это привело к возникновению того, что мы вот сейчас считаем мафией, гангстерской бандой. И центром этого, в общем, был город Чикаго. Там начали изготавливать, во-первых, самогон, всякие подделки, потом ввозить там из Канады. И начались разборки между этими бандами. А банд было несколько. Ну, во-первых, была банда итальянцев, была банда ирландцев и еврейские еще были банды. И, в общем, а так же это все породило страшную коррупцию вообще среди политиков. Потому что пошли взятки, и многие уже разбогатевшие такие мафиози, как Аль Капоне, например, претендовали быть уже губернаторами. И то есть уже власть переходила в руки криминального вообще мира. Почему это помогло Джазу? Да потому что во всех заведениях сразу стали привлекать, чтобы туда попасть в это заведение. Там обязательно играл какой-нибудь джаз. И, в общем, вот это и способствовало тому, что в это время еще случилась депрессия и началась безработица. Музыкантов безработицы не было. Они все работали вот в этих подпольных заведениях, где продавали паленые всякие водки, спиртные всякие напитки. Но они попали в страшную зависимость от этих банд. поскольку они уже не отпускали от себя известных музыкантов. И там возникли ситуации, о которых я, может быть, попозже просто расскажу. Но вот именно введение сухого закона, как ни странно, очень здорово повлияло на развитие джаза. Особенно вот это видно в фильме «Канзас-Сити», который у нас, кстати, демонстрируется. Там, где как раз в таком вот клубе, где продавалось спиртное и наркотики, играли джазмены. И там Каунт Бейси там начинал. И многие известные музыканты. И они там не могли слова сказать. Просто могли застрелить. И все моментально. Но зато они имели работу, имели возможность общаться, там играть джемсэшены. Когда заканчивалось, например, там все где-то под утро, они оставались и играли джемсэшены. И в фильме «Канзас-Сити» это очень хорошо показано. Ну и вот сейчас еще один образец вот такой белой коммерческой музыки, которая тогда звучала вот в этих подпольных казино, ресторанах и так далее. Она называется «From Monday on», то есть начиная с понедельника. «Канзас-Сити» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 не просто стали протестантами, а приняли какую-то свою неортодоксальную церковь, где пели вместе. И вот один из таких гимнов, которые исполнялись еще в начале даже 19 века в церквах, превратился в очень популярную такую композицию, которая называется «When the saints go marching in» – когда святые маршируют. КОНЕЦ 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 Ну а теперь вы решите мне представить вам участников ансамбля «Фортуна» Брасс Бэнд. На трубе играет Станислав Горлинский. Олег Романов играет на тенор-тромбоне. А Леонид Николаев играет на обычном тромбоне. На трубе играет Алексей Садовов. На барабанах Виктор Коновалов. И руководитель бенда Трубач Александр Шаталов. Ну а теперь давайте сделаем небольшой антракт. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Перед самым началом второго отделения я хотел бы еще раз коснуться темы влияния гангстеров на развитие джаза в Америке. На примере такого замечательного трубача, как Луи Армстрамб. К тому времени, к 1925 году, он уже был широко известен и в Чикаго, и в Нью-Йорке. И в общем, им начали уже интересоваться. И вот он, поиграв в оркестре Флетчера Хендерсона, это был такой настоящий черный бенд, который играл такой уже не коммерческий, а настоящий джаз, в общем, близкий уже к будущему свинью. И вот Армстронг поиграл, там, значит, года три. Но его жена, пианистка Лил Хардин, уговорила его все-таки принять предложение и вернуться в Чикаго, где ему предложили довольно выгодный контракт, значит, в одном из казино. И в ту пору город Чикаго находился фактически во власти гангстеров, которые не слишком церемонились с джазменами, тем более с чернокожими. Ну, напомню, что это были либо итальянские банды, либо ирландские, либо еврейские. И для них чернокожие тоже были люди второго сорта. И особенное удовольствие мафиози, которые приходили в эти подпольные клубы, где продавалось спиртное, им, значит, доставляло удовольствие от стрельбы по контрабасу. Вот почему-то им очень нравилось стрелять в контрабас. Но музыканты все равно продолжали играть. Ну, в общем, иногда дело доходило до выяснения отношений между разными бандами. И тогда музыкантам приходилось спасаться бегством. Армстронг, игравший на трубе в ансамбле своей жены Вилл Харлен, старался беспрекословно исполнять все заказы вооруженных посетителей. Вот такая была судьба. И, кстати, есть несколько фильмов про это. Снято в частности один из фильмов про Армстронга. Значит, гангстеры покровительствовали Армстронгу, подкидывали ему деньжат, но перейти в другой клуб без санкции главаря банды он не мог. И он смирился, в общем, с этим и вел себя тихо. И вот даже некто известный такой мафиози, как Ганс Шульц, послал в Чикаго гонца с приказом Луи немедленно вернуться в Нью-Йорк. Такой был приказ просто. И, в общем, в гримерку вломился такой громила и сообщил, что мне пора собираться, вспоминал Луи Армстронг. Я сказал, что в мои планы никакие путешествия не входят, а повернулся к незнакомцу спиной. И тут слышу щелчок. Оборачиваюсь, а он наставил на меня револьвер размером с пулемет. Ну, я, естественно, сразу согласился на его предложение, пообещав гангстеру подчас упаковать чемоданы. И, в общем, в конце концов, ему эти угрозы надоели, и он уже устал от них, и они привели к тому, что Луи Армстронг был готов скрыться хоть на край света, чтобы отвязаться хоть на время от вездесущих мафиози. Видимо, поэтому летом 1932 года Армстронг и его спутники погрузились на судно, которое направлялось за океаном в туманной Англии. Вот так он впервые в 1932 году попал в Англии, где, кстати, ему дали прозвище Сачмо. Но в Англии тоже существовал в то время расизм. Его, в общем, не поселили в нормальной гостинице, и на концертах часть публики просто оскорбляла его, кидала в него всякими предметами, и даже на концертах его в Палладиуме состоялись такие драки между поклонниками, которые его ценили, и обычными английскими обывателями с российскими глядами. Вот такая история произошла с ним. И, в общем, как выясняется, у него жизнь была не такой уж легкой, как можно подумать, потому что звезда всегда везде популярна. Ну, а мы продолжаем наш концерт. И сейчас вы услышите такую музыку уже более позднюю, в исполнении тоже белых оркестров. И пьеса типичная для такой вот мягкой коммерческой танцевальной музыки. Называется эта композиция «You call it a madness, but I call it love». Ты называешь это безумием, а я называю это любовью. Моя точка такая вот мягкой. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 С самой войной, где-то в конце 30-х годов, неожиданно происходит явление, которое получило название ревайвл, то есть возрождение интереса к дикселенду. Про него как-то забыли, потому что свинг тогда стал настолько модным и уже считался вообще просто достоянием американской культуры. Васпы как-то забыли, что они не так давно все это запрещали. Уже американцы гордились, что у них есть свинг и получали уже остальные народы, как его играть и так далее. И вдруг, значит, почему-то, это остается загадкой, произошло возрождение интереса опять к дикселенду, то есть к самым первым ранним формам джаза. Выудили отовсюду, значит, людей, которые давно уже бросили играть. Один трубач вообще давно работал там таксистом, у него не было зубов, ему, значит, пожертвовали деньги, он ставил себе челюсти и записался. И, в общем, сразу возник интерес такой очень короткий, он длился всего там пару-тройку лет, но, тем не менее, это явление было. Вот такое возрождение. И к этому времени это коснулось и биг-бендов, потому что, например, очень популярный уже тогда оркестр Глена Миллера стал исполнять тоже пьесы в стиле дикселенд. Такой биг-бенд, но игравший именно дикселенд. И вот вы сейчас услышите пьесу, которая когда-то была очень модна в начале самом века, а потом ее исполнил уже оркестр Глена Миллера. Она называется Little Brown Jack, маленький коричневый горшок. Ну и, кстати, вот это тоже связано с этими горшками, когда в них продавали спиртное. И стояли так незаметно на углах в Чикаго и продавали под видом там чая. Вообще бы все это имитировалось под какие-то невинные напитки. Но в данном случае это как раз исполнял Глен Миллер уже без всякого намека, просто отдавая дань вот той эпохе начала 20-х годов. Итак, Little Brown Jack. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Ну, теперь мы перейдем к репертуару оркестра Бенни Гудмана. Вот уже после 1935 года он был признан королем свинга и стал выступать и в Корнеге-Холле. И, в общем, потянул за собой и взял к себе впервые в истории американского зана трех чернокожих музыкантов. И никто уже не мог их застрелить, и никто вообще не размущался, поскольку это был Тедди Уилсон и еще целый ряд других людей. Они настолько здорово играли, что уже все замолчали, все расисты. И вот сейчас прозвучит один из хитов, который когда-то был очень популярен. Он называется Синг-Синг. Некоторые думают, что перевод этой пьесы там пой-пой. На самом деле это посвящено известной американской тюрьме, которая так и называется Синг-Синг. И вот сейчас вы услышите ее в интерпретации Фортуны Брасс Бенда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и мы закончим песню, которая стала очень популярной в связи с оркестром Бенни Гудмана. Он впервые ее исполнил с трио «Сестер Бейли». Эта песня, сначала ее, я лично считал, что это народная еврейская песня. Потом выяснилось, что нет. У нее есть авторы. Это два выходца из России, два молодых композитор и поэт. Композитор, по-моему, звали «Секонда». Они сочинили мелодию, которая сначала на идише просто исполнялась в Броклине, в маленьком еврейском театре. слова были понятны только жителям этого небольшого региона. И вот однажды туда зашел один из менеджеров, услышал эту песню и попросил сделать перевод на английский язык. Так появился текст, который назывался «Баймир без души». И сестры Берри на английском языке записали эту песню, и она стала популярна во всей Америке, а не только в бедном еврейском квартале. И Бенни Гудман еще записал вместе с ними эту песню, и она стала всемирным хитом, потому что у Шпольна она была какая-то красивая. У нас ее распевали во дворах мальчишки, но это, правда, было сразу после войны. Я помню даже, как сочиняют слова. «Старушка не спеша дорожку, перешла ее, остановил милиционер. Вы не послушали, закон нарушили, платите, бабушка, штраф три рубля. Ах, Боже же, Боже же мой, ведь я иду домой сегодня, мой обрашиваю, хороной несу я в сумочке четыре булочки, бутылку водочки, и хвост с елочки». И дальше шло перечисление продуктов, в каждом дворе оно было разным совершенно. И вот, когда в 43-м году советский народ услышал по радио песни Леонида Утесова, барон фонда Пшик, на слова, которые какой-то талантливый поэт сочинил вот на эту самую мелодию, и это была месть фашистам за те зверства, которые они сделали над еврейским народом. Итак, песня барона фонда Пшик, она же «Баймир без душей». «Баймир без души». 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 Не русский, а немецкий вышел шпик. Культир без халястика, Разбита свастенька. А ну-ка, властика на русский штык. Барон фонтопшип, Ну где ж твой пресный шип? Остался от барона только пшип. Капу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ